У многих слово «завод» ассоциируется с запачканными робами, поднятием грузов и не самыми лучшими условиями работы. Однако этот миф разбил флагман Карагандинской области – завод ферросплавов. Он считается самым экологически чистым, и здесь отходы превращают в доходы. Продолжение следует... Один из крупнейших промышленных и экономических центров Казахстана – Караганда – стоит на передовой в развитии отечественного производства. Если на местном рынке достаточно много продуктов питания, одежды и аксессуаров «Made in Kazakhstan», то ферросилийцы в стране можно найти только на трех заводах, и один из них находится здесь. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашего завода с момента открытия и по сегодняшний день. Ну, как вы знаете, наш завод открылся в 2019 году. Нас можно смело называть рекордсменами. Данный завод был построен за один год и 11 месяцев. Точнее, всего за один год и 11 месяцев. В 2019 году мы ввели две печи, в 2020 году ввели еще третью печь. На сегодняшний день эти три печи обеспечивают примерно 180 тысяч тонн высокомарочного ферросилия в год. Кроме того, я могу сказать, что мы являемся пятым в мире крупнейшим заводом по производству высокомарочного ферросилия. И сколько же людей работает на вашем немаленьком заводе? С учетом высокой степени автоматизации у нас на заводе сейчас работает порядка 650 сотрудников и порядка 2000 подрядных человек от подрядных организаций. А что в плане социального обеспечения? Какие зарплаты у сотрудников? Как я сказал, 650 человек и средняя заработная плата составляет примерно 300-350 тысяч тенге в месяц. Это достаточно неплохой показатель. Если разрешите, мы вам покажем завод. С удовольствием. Сейчас необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности. На нашем заводе очень большое внимание уделяется именно охране труда и промышленной безопасности. При входе на территорию завода обязательный инструктаж. Техника безопасности здесь как священная книга. И каждый работник должен знать ее наизусть. Обмундирование по ГОСТу. Передвижение в цеху обязательно в КАСКе. Иначе не допустят. Вся производственная цепочка выстраивается сотрудниками вот на этом вот оборудовании. Процессы полностью автоматизированы. Оборудование отвечает мировым стандартам, но при этом несложное в управлении. Из этого помещения кнопочными комбинациями регулируется масштабное производство. Нам бы очень хотелось пообщаться с вашим коллективом. Вот как раз таки к вам хотелось бы подойти и узнать. Девушка работает на производстве. Вот вы чем здесь занимаетесь? Ну, для начала представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Мантулина Оксана. По должности я ассистент главного инженера. Занимаюсь тем, что наблюдаю за тем, как происходит производство. За тем, как происходит процесс плавки металла. Управляю этим процессом и контролирую. А как, во-первых, вам условия работы и как вам работать в таком вот крупном промышленном коллективе? В основном, наверное, все-таки мужчины здесь трудятся. У вас здесь не так много женщин. Я работаю здесь с самого основания этого завода и мне очень нравится. Для меня это всегда очень интересно наблюдать за производственным процессом. И мужской коллектив это, наоборот, очень даже приятно. Мы работаем точно так же наравне с мужчинами в смены. То есть и ночные смены, наравне с ними выходим. И нас здесь очень любят. Ну, самое главное, вы работаете как один большой коллектив. Конечно, конечно. А как вам здесь на заводе условия работы? Ну, зарплата, может быть, какая-то социальная поддержка? В плане зарплаты у нас претензий абсолютно нет. У нас достаточно высокие зарплаты считаются по Карагандинской области. И в плане поддержки тоже очень хорошая поддержка оказывается со стороны руководства. И во время пандемии тоже достаточно хорошая поддержка была. То есть завод не остановился. Нас по-прежнему поддерживали. И зарплата у нас тоже оставалась на том же уровне. Рабочий день начинается с 8 часов утра. Прием показателей и оборудование. После уже непосредственное производство. Для выплавки используют электрические печи разного вида. Уже готовый продукт отправляется на экспорт. Качественный казахстанский товар уже завоевал доверие иностранных партнеров. Трудно представить, но от этого блестящего булыжника зависит главное свойство металла. Его прочность. Без добавления в состав металла персилиция невозможно было бы представить металлургическое производство. Не летали бы самолеты, камеры бы не снимали такие прекрасные кадры, а врачи не делали бы скальпелем очень точные и четкие манипуляции. Ну и хотелось бы узнать, насколько востребована эта продукция? Продукция очень востребована в связи с тем, что мировое потребление персилиция составляет 11 миллионов тонн. И ежегодно увеличиваются объемы производства. В связи с этим необходим персилиция, что говорит о том, что цены ежемесячно растут на биржевых рынках. Прямо сейчас на наших глазах проходит плавка персилиция. Для работников завода это ежедневная рутина. Ну а для нас, людей далеких от производства, это целая история. Продолжение следует... Здесь производится высоко кремнистый террасплав. Это специализированные компоненты, добавляемые в сплав при производстве стали и чугуна. Для придания им определенных характеристик. Они позволяют получать конструкционные, нержавеющие, жаропрочные сталь и чугун. Сам печь, вот этот печь внизу, который вы видите, представляет собой химическую посуду, где ведется окислительно-восстановительные реакции. Для восстановления кремния в таком количестве нужна температура выше 1700 градусов по шкале Цельсия. Идет от диоксида кремния. У нас идет карботермия диоксида кремния. Это называется, что мы кремни восстанавливаем с помощью углерода, который содержится в углесодержащих материалах, в угле. В основном мы применяем угол казахстанского производства. У нас стоят рукавные фильтры, очищаются до 99,9%. СО2 соединяется в атмосферу, а пиль остается как микрокремнозем, потом применяется для других целей. Если говорить простым языком, в печи разогревают у вас что именно? В печи разогревают у нас кварцы. В кварцы когда-то, когда вылился с земли, вулкан, тоже был чистый кремний. Но когда соприкасался с атмосферным воздухом, окислился быстро и получился микрокремнозем. Потом прошли миллионы лет, они окаменели и получился кварцы. Грубо говоря, вы возвращаете кремний в изначальное состояние. После того, как вы его расплавляете, вы разливаете его по этим формам, по которым идет электроэнергия. По съему электроэнергии этот процесс идет непрерывно. Останавливать этот процесс нельзя. По съему электроэнергии мы, когда берем примерно 100 тысяч мегаватт электроэнергии, открываем ледку. За это время на поде печи накапливаются ферросилицы, открываем ледку и выходит сплав. Только выходит чистый ферросилицы. Когда выйдет ферросилицы, приблизительно 18-20 тонн один выпуск получаем. Для нас очень важно, что доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составляет 95%. Мне очень отрадно, что именно данная продукция, уголь, кварцит, стружка, это все с карагандинского региона. Так как этот завод проектировался именно под казахстанское карагандинское сырье. Наша съемочная группа находилась в цехах около двух часов. И как вы видите, одежда как после химчистки. А значит и дыхательные пути нашей съемочной группы, а также сотрудников предприятия в полной безопасности. Секрет кроется в системе газоочистки, которая улавливает пыль от производства и превращает ее в продукт. Микро-кремнезем, который используется в строительной промышленности. Кстати, именно об этих отходах мы говорили в самом начале нашего фильма. Большая часть рабочих занята в цехе. Среди них инженеры, сварщики, слесари и мастера. У каждого своя зона ответственности. А общий результат все же зависит от слаженности всей команды. Профессиональный рост 20-летнего Айбола Мукана наглядно демонстрирует, как инженерные и рабочие специальности могут привести к успеху. Техник-механик начинал на предприятии с позиции оператора по газоочистке. А сейчас он руководитель цеха. Айбола, расскажите, когда вы пришли сюда на производство и, самое главное, кем? На какую должность? В 2019 году в августе я устроился на работу оператором. Проработал полгода. Получаясь 5-6 месяцев. И меня назначили старшим оператором. Оператор чего? Оператор по газоочистке. Оператор по газоочистке. Через полгода меня назначили заместителем руководителя. В 2021 году, это было в январе, хорошо помню, когда я так сильно радовался, меня назначили руководителем цеха пулеводорения. То есть за сколько, меньше чем за 2 года, такой карьерный лифт социальный? Ну, это да, это уже от работника самого зависит, как он себя покажет на рабочем месте, как себя он произнесет, как, ну... Как, в общем, проявить себя? Да, проявить себя. Руководство поняло, что на вас можно такую ответственность... И вам можно доверить такую ответственность, и вы с ней справитесь? Да. А как вам сама ваша работа? Нравится ли она вам? Гордитесь ли вы тем, вот, на какой должности вы сейчас находитесь и на каком предприятии? Конечно, сильно-сильно горжусь со своей профессией, со своей должностью. Лаборатория на промышленном предприятии. Интересно, чем она занимается? Сейчас узнаем. Добрый день! Рады быть у вас в лаборатории. И, знаете, такой логичный вопрос. Лаборатория на промышленном предприятии. Зачем она нужна и что здесь происходит? Деятельность лаборатории направлена на анализ всего поступающего сырья и готовой продукции. Полностью, 100% все проходит через лабораторию. Деятельность лаборатории у нас направлена на анализ экспресс-методами и химическими методами. Мы работаем круглосуточно и непрерывно. Аккредитация по какому уровню проходила? Это жила у нас международная аккредитация, которую проводил национальный центр аккредитации. 30 июня вышел приказ о том, что наша лаборатория имеет право проводить независимые испытания. И мы можем работать на международном уровне согласно объединенного знака ИЛАК. Готовая продукция, как только она поступает на завод, сразу происходит отбор абсолютно всего, начиная от кварциты, заканчивая углеродсодержащими материалами, железной стружкой. Готовая продукция каждые 2 часа в печь у нас открывает ледку и сразу поступает к нам готовая продукция на анализ, где мы при помощи рентгеновского японского оборудования, рентгеновского спектрометра компании Ригаку анализируем на все наши необходимые показатели. 9 элементов в течение 5-7 минут мы подаем сразу нашим производственникам. Жителям Карагандинской области теперь нет смысла искать заработки в мегаполисах. Достаточно диплома и горящих глаз. Тогда двери на проходной откроются и для вас. Алмаз Альмуханов работает здесь с самого открытия. Ставший родным завод он описывает только добрыми словами. И дело тут не в камерах и микрофонах. Условия труда действительно достойные. В наши дни быть промышленником по-настоящему престижен. Мен 2013-шылы Караганды Мемлекеттік Техникалық Университетін металлургия мамандығы бойынша бәтердім. Осыдан бір жарым жыл бұрын 2020-шылдың Хантар айында мен Бақтушы болып жұмысқа тұрдым. То есть за такой короткий срок вы прошли большой внушительный карьерный рост? Что бы вы еще могли посоветовать молодежи, которая сейчас обучается для работы в этой отрасли? Мен олашақ мамандарға лейтінім, әр нәседен хорпау керек. Эрине, біздің мамандық өте ауыр. Казіргі таңда мен мұнау Бақтушы цехының бөлім, Бақтушы цехының басының орынбасары қызметінде атқарып, менің ең бастық қызметім ол ембекті дұрыс бағыттау. Жұмыскерлердің жұмысын дұрыс бағыттау. Высоко квалифицированның сотрудники – Это залог успеха любого предприятия. Но для специфичного завода нужны действительно редкие кадры. Навыкам, необходимым на таком производстве, мало где можно научиться. С одной стороны, это необходимые навыки. С другой – мотивация, потому что занятия проводят успешные мастера, работающие здесь же. Они своим примером показывают, как можно развиваться в профессии и какое уважение в коллективе это приносит. Кроме того, производственники знают, только самые стабильные, успешные и перспективные предприятия способствуют рождению трудовых династий. Вслед за отцом освоить металлургическое дело решился Идастан Киакбаль. Я в 2012 году в Канк-Тар-Айн-да-Жумус-Катурдум. Я в 2012 году в Канк-Тар-Айн-Диак-Тар-Айн-Диак-Тар-Айн-Диак-Тар-Айн-Диак-Тар-Айн-Диак-Тар. Булзаотта Балхту цехының башысы хизметін артқарады. Менің акемде сатылап осы хизметке көтерілген болатын. Негізінен Булзаот жұмысқа қабілетті, жоғары анталы мамандарды қолдап, барынша мүмкіндіктер береді. Жалақы жөннегесек жалақы кешіктерілмей, уақыттылы төлені отырады. Жұмыскерлердің жұмысқа жетуын қамтамасыз ететін қалабынша мүмкіндіктер береді. Жұмысқа және қалабынша мүмкіндіктер береді. Современна епалитика крупных компаней қалабынша мүмкіндіктер береді. Многие руководители лично проводят тренинги для своих подчиненных и на своем примере доказывают, что всегда есть перспективы роста. У нас есть возможность студентам пройти здесь практику непосредственно на производстве, непосредственно на очень крупном предприятии, пятом в мире заводу по производству ферсплавов. И вообще я хотел сказать, что на нашем предприятии можно сказать, что люди ежедневно борются с огнем. Поэтому все здесь 650 человек, я уверен в каждом. Само предприятие расположено примерно в 15 километрах от центра города. Добраться самостоятельно получится не у всех. Поэтому для удобства работников предусмотрена развозка. Проехать несколько километров на комфортабельном автобусе перед началом рабочего дня – уже ритуал. Здесь и рождается тот самый корпоративный дух за разговорами и общими планами. Строительство ферсплавного завода обошлось в чуть более 92 миллионов долларов. Проект реализован полностью за счет частных средств казахстанских и европейских инвесторов. С привлечением заемного финансирования БРК. С запуском первой очереди рабочие места нашли порядка 6,5 тысяч казахстанцев. А когда будет запущена вторая, общая численность трудового коллектива достигнет порядка тысячи человек. На нашем предприятии предусмотрена следующая мотивационная система. Ежемесячно каждому сотруднику, повторяюсь, каждому сотруднику выплачивается 25% премии от его оклада. Кроме того, ежегодно на День металлургов выдаются от министра индустрии награды Инбек Данкэ, третьей-второй степени. Также предусмотрены награды от непосредственно генерального директора предприятия и различные поощрения. А какие планы на развитие завода в дальнейшем? Как вы знаете, мы строим четвертую печь. Получается, это увеличит наши мощности на 30%. Если говорить в цифрах, это будет 60 тысяч тонн в год высокомарочная ферресилиция. Это позволит нам войти в тройку крупнейших заводов в мире по выпуску данного продукта. Кроме того, мы увеличим численность рабочих мест порядка 150-200 человек. Таким образом, достигнем порядка... Будем приближаться уже к цифре тысячи постоянных рабочих мест, качественных постоянных рабочих мест. Кроме того, именно на момент строительства сейчас задействовано еще полторы-две тысячи человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время национального локдауна, как и большинство заводов, это предприятие тоже делало паузу и снижало темпы производства, но увеличило объемы социальной поддержки и не только своим людям. В помощь поликлиникам от имени завода передали автомобили, аппараты ИВЛ и финансовую помощь фонд борьбы с коронавирусом. Такое решение акционеры компании приняли сообща. И также сообща решили, что благотворительную деятельность продолжит и втреть. Расскажите про социальную поддержку, которую предоставил вам ферросплавный завод. В прошлом году, когда началась пандемия и зашла на территорию Республики Астана, а также Каганинской области, ферросплавный завод YDD оказали непосредственно именно ту социальную ответственность, которая была необходима для помощи системе здравоохранения. В первую очередь нам оказали помощь в предоставлении вот таких 10 машин, которые мы в тот же момент стали использовать для работы мобильных групп. Мобильные группы необходимы для обслуживания населения, которые инфицированы, и на тот момент они находились на домашнем карантине, то есть мы оказывали помощь на дому. Также завод предоставил нам кислородные концентраторы, которых на тот момент как раз таки не хватало для того, чтобы оказывать именно помощь в стационаре для пациентов, которым не хватало именно кислородотерапии. То есть на тот момент это была огромная помощь в плане того, что всем миром, как говорится, помогли для того, чтобы мы справились именно на тот момент. И мы не знали, так же, как и весь мир, что такая ковидная пандемия существует. И буквально мы с колес на ходу разрабатывали алгоритмы оказания медицинской помощи как на дому, так на кругу существовало. То есть этот опыт, который мы приобрели в прошлом году, естественно, мы его используем и сейчас, то есть мы перенесли опыт. Данный автопарк мы расширяем и благодаря этому оказанной спонсорской помощи, оказанной социальной ответственности руководителей, акционеров, компаний. Хотелось бы сказать, что это большой был вклад в систему здравоохранения. Кроме 10 легковых машин для работы мобильных групп, 100 кислородных концентратов, пульсоксиметров и лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусом, компания выделила 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения. Эти 10 машин используются только в Караганде или по всему региону? Мы направили соизмеримо потребности и в Тимиртау, и в район, и также большей частью, конечно, в Караганде. Карагандинская агломерация, где основное количество населения Карагандинской области проживает. Ну, в последующем были и другие. Мы направляли другие машины уже по другим регионам. И эти машины до сих пор используются? Они не то, что до сих пор используются. Вы видите, они приехал, уехал. То есть на сегодняшний день это очень востребовано. У нас в области 288 мобильных бригад, которые вот как раз-таки обеспечены. Карагандинка Лидия Бочарова – одна из тех, кого оперативность и профессионализм врачей мобильной группы спас жизнь. Эта ситуация заставила по-новому взглянуть на труд людей, которые стоят на страже нашего здоровья. Женщина провела 10 дней в ковидном госпитале, подключенная к аппарату ИВЛ. К слову, главная проблема, с которой столкнулись в начале пандемии многие больницы страны – недостаток кислородных концентратов. Благодаря спонсорской помощи бизнеса в Карагандинской области была быстро решена. Со временем температура стала подниматься. Если сначала она была, допустим, 37,2-37,3, то спустя уже 5-6 дней она у меня поднялась до 38. И вот тогда мне пришлось сделать этот снимок КТ, который и выявил то, что у меня 68% поражения легкого. Я приехала домой после этого снимка. Тут же мне пришла расшифровка на телефон. И мне позвонили с больницы, что мне нужно госпитализироваться. Приехала скорая помощь, которая у меня взяла все мои данные, заполнила, померила температуру, посмотрела данные на моем сотовом телефоне. И следом после этого приехала другая скорая помощь, которая занималась госпитализацией. Меня привезли в провизорный госпиталь. Я благодарна врачам Карагандинского провизорного госпиталя. Вот заслуга именно в том, что они своевременно, качественно и быстро оказали мне медицинскую помощь. Мне были сделаны назначения. И по этим назначениям, в общем-то, медики провели курс лечения, благодаря которому я и поправилась. Я пролежала в провизорном госпитале 10 дней. Это были, конечно, ужасные минуты. Вспоминать даже про них не хочется, потому что мне очень было жалко в этот момент тех людей, которые, ну и которые болели тоже, которые оказывали помощь больным людям. Они работали, как на передовой. Специальные костюмы, ужасная жара, резиновые сапоги. Они по 12 часов находились в этих костюмах. И на любую просьбу больного они откликались и тут же приходили на помощь. Мне, конечно, хотелось бы выразить свою благодарность и словами, наверное, ты не опишешь тем людям, которые спасают жизни других людей. Это, конечно, правда, говорят, есть профессии, которые не выбирают. Есть профессии, которые с человеком рождаются. Те люди, которые занимались мной, они достойны высокого звания медицинский работник. Сохранить текущие объемы производства во время первой волны пандемии COVID-19 карагандинскому фиросплавному заводу удалось благодаря переходу со сменного графика на вахтовый метод работы. За это время предприятие расширило географию продаж на 15 стран. Сегодня продукцию завода экспортируют в 46 стран мира. Основными рынками реализации на сегодняшний день являются Япония, Южная Корея, Европа, Америка. Это доказывает, что на предприятии трудятся высококлассные специалисты, которые способны вывести товары made in Казахстан на международный уровень. Карагандинский фиросплавный завод – это месседж мировому инвестиционному сообществу, о возможностях казахстанской экономики и инвестиционном климате страны.